Всем привет! Меня зовут Вика и вы на канале Вика Аврикросс Тич. Сегодня хочу поделиться с вами запасами своих наборчиков для вышивания. Сейчас как раз с вами посчитаем сколько у меня их, потому что в последние полтора года я тут, если что, привет! В последние полтора года я стала жутким хомяком, у меня образовался жуткий хомякос и сейчас у меня достаточно много процессов. Хотя раньше у меня их было три или четыре в запасах. Я даже помню, что это было Бестро, Тоскана, которая сейчас вышивается и что-то еще. Вот честно говоря, я даже не помню. Было их настолько мало, что я их даже не ощущала. Вот моя коробочка. Сейчас вам плохо видно, но вот я просто масштабы бедствия покажу. Отложим эту коробочку в угол и я начну вам показывать по наборчику. Сразу скажу, что буду не в хронологическом порядке. Как достает у меня рука из моей коробки, так я вам и покажу. Что-то еще хотела сказать? А, да! Меня зовут Вика и вы на канале Вика Аврикросс Тич, если я это не сказала. Так, вроде все. Жду от вас комментарии, лайки. Ну, вы все это прекрасно знаете, так что погнали. С беляша вам приветики. Сейчас я закрою глаза и вытащу любой наборчик на... Так, давайте вот этот вот. Первый наборчик, который я вам хочу показать. Это набор от МП Студия, черника садовая. Данная работа, я знаю, вышивается на аиде 18 каунта. Размер работы 15 на 20 сантиметров. Я знаю, что вот тут правда все закрыто. В наборчиках МП Студия, простите, вроде идут нитки гаммы, если я могу не ошибаться. Если ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Здесь артикул набора HB или HB, не знаю, 656. Но, скорее всего, по-русски, так как набор русский. Но это тоже не точно. Мне нравятся почти все сюжеты из этой серии. Я хотела бы их, конечно, собрать и вышить не вот не на белой основе, конечно же, а на льне, например, кашле или на мураном. Цвет такой, знаете, как вот заваркой, который... Как от заварки покрашенный цвет. Я сейчас не вспомню номера цветов, но у меня уже есть в голове то, что я хочу вышить на том или ином цвете. Так, вышивать планирую, когда не знаю. Нет, пока у меня вообще ни в каких мечтах, планах и так далее. Просто пока лежит. Там как пойдет, как будет. Но единственное, что у льна и мурана каунт 32-й, а у льна 28-й или 30-й. Поэтому надо еще подумать, влезет у меня или не влезет. Хватит у меня ниток или не хватит. Вот. Такой наборчик. Дальше, 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 дальше возьмем вот эти. Это малинки от Овна. Ароматные ягоды набор называется. На этот набор нас всех подсадила Ксюша Малинка. Тебе огромный привет. Огромный привет. Я не помню... А, нет. В набор ходит цветная схема. Канва 16-й, нитки, мульне, пенка, имени Кирова 19 цветов и игла. Размер 15 на 14. По мотивам картины Ксении Селянка. Селянка. Ну, наверное. Надеюсь, я не коверкаю фамилию. Артикул 1089. Очень нравится этот набор. Я хочу еще голубику. Но пока она у меня так лежит в отложенных корзинах на озоне Wildberries, пока что-то не решусь. Но кайфую, конечно. Основу, естественно, буду менять на равномерку. Все. Больше я не беру стандартную основу в Овен, который старый. Потому что у меня еще есть гора Чимбула, которую мне девочки дарили. Это буду менять на Мурана. Нет-нет, я больше таких учений не хочу, как у меня выдалось с Тосканы и с Морейном. Так. Этот бы сюжет я, конечно, бы вышла, скорее всего, на льне с разводами. Вот. Есть вот такой цвет Белфаста с разводами Дюннион или как-то так называется. Я точно не помню. Такая вот у меня прелесть. Далее у меня есть вот такой наборчик. Это наборчик-открытка. Он шел... Вот тут есть ниточки, рамочка специальная. Основа, думаю, тоже есть, конечно же. Шел в наборе... Ой, шел набором в журнале cross-stitching. Английский вроде журнал. Мне привозила его подружка из Англии. И вот там был такой наборчик. Я храню пока. Он у меня есть. Классный, прикольный. Вдруг кому-то понадобится. Или, может быть, какому-нибудь ребенку, который только начинает вышивать, подарить. Очень здорово. Или ребенку вышить, в принципе. Или хендмейт. Вот. Мне очень нравится такой милейший котик, который запутался в гирлянде. И смотрите, на рамочке тоже гирлянда. Так прикольно. Я не знаю, честно говоря, размера. И вам не скажу. А, 14-й каунт, знаю. 26 цветов нити. И какие-то... Вот. Такая милашка. На экране сейчас, конечно, подписываю какой-то номер в моих запасах. Наборчик и название подпишу. Далее. Вот этот набор. Это мой любимый набор от Dimensions. Его артикул 7035-306. Это Charming Wet Away. Или Водный путь, Водный канал. Как правильно его называть, я не знаю. Купила его совершенно недавно. У Виты. У Виты. Нет, не у Виты. Ну, пусть будет Вита. Размер 46 на 27,9 сантиметров. Давайте посмотрим немножко. Ну, я думаю, все этот набор знают. Поэтому долго говорить о нем не нужно. Просто вот у меня есть запас. Смотрите, такие прикольные ниточки. Разноцветные даже. Вот такие вообще милейшие. Били еще все интересные, как обычно. Смотрите, партия набора. Это был... Был-был... 21 марта 2014 года. То есть это уже такой достаточно старичок. Старичок. Тут идет 16-й каунт конвей грей. Нидл. Кстати, очень красивый цвет у Димы используется. Инструкции, как обычно, и нитки. Вот. Ну, скажите, прелестнейший сюжет. Просто вот эта вот арочка, которой туда смотришь. Там еще дома. Ой, прям меня такие, ну, такие эти навеивают мысли. Так хочется сразу туда, посетить за этим столиком. Покататься, возможно, на этих лодочках. Мне кажется, это Италия, да? Канал уже настолько в Италии. Нет. Если вы знаете, где этот... Ну, откуда взята иллюстрация, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне достаточно интересно данный момент. Набор не скрывался. Новый. Ну, конечно, я его вроде покупала в магазине. Он не должен быть скрыт. У меня сердечно просилась кошка сюда. Они обе меня окружили. Одна тут, как вы видите, лежит. Другая стоит под... Опять заползла. Под штативом. Им весело, да. И мне тоже. Ну, вот такой вот сюжетик. Название и все подписала. Далее. Давайте вот такой вот наборчик. Это у нас пана. Зимние сумерки. Артикул набора PS7121. Размер 16,5 на 16,5 квадрат. Так, смотрите, тут длина ниток 60 сантиметров. Это очень классно, потому что на их маленькой нарезке вообще неудобно вшивать. Я с ранней весной очень сильно замучилась, потому что это действительно сложно. Так, у нас тут гамовская аида. Тоже буду ее менять. Ниточки. Такие вот красивые ниточки. И сложность всего три. Такая красавица мне его дарила Виталинка. Виталин, тебе огромное спасибо. Очень нравится этот сюжет. Он может быть простенький, но я увидела их у Марины. Марина, тебе привет. И влюбилась просто. Она такая девочка нехорошая. Ну, в кавычках, конечно, я любя. Она вот показала вот эти вот из этой серии все сюжеты, и я вот улетела, захотела их себе. Какая она нехорошая. 22.03.21. Ну, вообще, молодой набор. Совсем юный, можно сказать. Классный, правда? Подкладываем. Далее. Что бы мне достать? Достанем миник. Gold Petit. Да, Gold Collection Petit. Покупала, как видите, на Азоне. На Азоне была жуткая распродажа. Я покупала вроде за 850 рублей, если не ошибаюсь. Это у нас Morning Lake. Так, артикул и набор 65.091. Здесь я знаю Ида 18-го каунта. Ниточки, иголочка. Размер получается. Я-то искала размер, что-то не нашла. Сейчас еще раз поищем. Так, не вижу размер, если честно. Не вижу. Ну, он маленький, наверное, 13 на 18. Классика же у Петита вроде. Наборчик 2020 года, а именно сентябрь... Сентябрь. 2020 года. Ну, достаточно молодой ему годик всего лишь. Я все-таки хочу найти размер. Вот они вот тут его заклеили. Почему они его не написаны? Непонятно. Ну, скорее всего, 13 на 18. Такая вот мимичность у меня есть. Класс. Далее. Далее, дальше. Ну, это классика. Это хлопок и черника от чудесной иглы. Размер готовой работы. Так. Беляш. Акстись. Лег, пожалуйста. Лег, лег, лег. 18 на 23. Количество в 33. И тут вроде у нас гамма. Если не ошибаюсь. И канва, возможно, гамма. И... И-и-и. Да, и мулиная гамма. Набор ходит канва и 14 каунтер. Ганайзер с мулиной хлопок. Конструкция игла. Ну, как обычно. Тут, к сожалению, ничего не могу показать, потому что у них всегда схема идет. Ну, вы поняли. Поэтому не могу содержание, комплектацию набора показать. Успокойся, пожалуйста, дитя мое. Артикул, наверное, 100, но и 13, если не ошибаюсь. Но этот сюжет уже вышли все. Поэтому что тут удивительного. Я его покупала тоже, когда у всех он был, и мне тоже хотелось. Ну, вы сами понимаете. Это вот вышивальщи... Вышивальщи-скайе. Вот. Классно. Мне очень нравится этот сюжет. Мне очень нравится этот сюжет, но, конечно, буду основу менять. Аида тут не подходит. Тем более, 14. На что менять, не знаю. Тогда-то я хотела вышивать его совместно с Голубикой. Там была у меня Ева 400. Может быть, действительно вышлю на Ева 400. Посмотрим. Далее. Хочу вам показать. Показать. Вот. Об овне. Об овне я говорила. Это как раз гора... Горачий булак. Артикул набор 12,84. Мне дарили его мои любимейшие девочки из чата «Позитивные крестики» на день рождения. Также тут, ну, все стандартно. Размер 20 на 20 сантиметров. Горачий булак. По мотивам иллюстрации Екатерины Андреевой. В набор входит цветная канва 16-го каунта. Нитки малины имени Кирова 24 штуки. Правильно, 24 штуки? Ну, наверное. Красота. Тут тоже только канва. Нитку... Ой, иголку, видите, я уже отсюда стыб взяла. Иголки здесь уже как не бывало. Я раньше просто всегда завязала в набор. Это сейчас я не залазила. Я такая просто посмотрю, поверчу, его убираю. Потому что когда я теперь... Это я теперь поняла. Что когда я хочу начать набор, я хочу, чтобы он был так девственным. Так открываешь его и начинаешь. Вообще здорово. Ну, основу, как я говорила, буду менять. На, скорее всего, муранку белая. Вот. Это почему-то... Это место мне напоминает Красную Поляну. Я не знаю. Я была в Красной Поляне в 2012 году. Когда он только еще начинал все строительство. Мне почему-то очень напоминает. Где гора Чембулак, честно признаться, я не знаю. Поэтому, если вы в курсе, напишите, пожалуйста, в комментарии. Буду очень рада почитать. Вот. Мне вообще, я так кайфую от ваших комментариев. Особенно, ну, конечно, когда они хорошие. Как же без этого вообще супер. Но иногда мне пишут комментарии такие, знаете, с конструктивной критикой. Допустим, вот у вас музыка была громкая. Тут вы говорили тихо. Или вам нужно подправить свою дикцию. Вот, девочки, вот такие комментарии. Реально спасибо. Потому что мне очень нравится, когда ты читаешь эти комментарии. Ты потом понимаешь, что не так. Ты начинаешь переслушивать. Делаешь какие-то выводы. И действительно, я сейчас стараюсь следить за своей речью. Чтобы вам было интереснее смотреть. Вот. Но вот у меня не убралось. Ну и ладно. Это следующий набор. Какой по счёту, не знаю. Будет где-то, где-то, где-то здесь. Далее. Далее, далее, далее. Что вам такое интересное ещё показать? Не знаю. Давайте покажу вот мандаринку. Мандаринка это тоже от Овна. Так и называется мандаринка. Тоже по иллюстрации Екатерины. Екатерины? Савченко. Может, там тоже была Савченко? Я неправильно прочитала. Нет. Там была Ксения Селянка. Простите. Размер 19 на 20. В набор уходит цветная схема. Конва 16 уже Цвайгард. Нитки мулиной DMC. 20 цветов. Вот, это вообще замечательно. DMC Цвайгард. Артикул 13-12. Эту мандаринку тоже вышивала у нас. Малинка. Я ещё помню, смеялась, что это мандаринки от Малинки. И действительно так и есть. Вот они мне подарили. Хоть и Цвайгардская основа, на ней я вышивать не буду. Потому что слишком акварельный сюжет. Его нужно вышивать только на, мне кажется, равномерке. Многие девочки говорят, что вот мне пишут, что я такая растяпа, там растрачу бюджет, покупаю наборы за такие деньги. И ещё мне нужно покупать равномерку релён. У меня самые замечательные подписчики и мои зрители, они так не говорят. Ну или пока. Не знаю. Потому что я ещё не слишком много, наверное, заменяла. Но теперь уже осознанием я многие планирую. Вот такая вот красотища. Дальше, дальше. Давайте покажу вам мережку. Мережка. Это у нас кафе Верона. Кафе Веронии. Дим Синитки. 16-й Цвайгард. Размер 30 на 40. Ну а комплектации Мережки я бы, конечно, поспорила. Потому что в Париже комплектация отвратительная. Я не верю, что он Цвайгард. И я не верю, что они такие ДМС. Возможно, тот дизайн был старым. И когда... В то время как-то комплектовали по-другому. Возможно. Потому что, когда я сейчас вышиваю Нью-Йорк, там нет никаких проблем пока. Поэтому вот так. Вот эти все сюжеты от Мережки я очень хочу. Тут об этом даже говорить не стоит, потому что когда я только начинала свой канал, я постоянно говорила о Мережке. Этот набор я покупала с рук у девочки в Инстаграм за 3 тысячи. Мне кажется, достаточно дешево для Мережки. А вообще, мне кажется, цены на эти наборы слишком высокие, что очень плохо. Я открывала набор. Уже видите, тут не то, как надо было. Тут вот на таких бобинках. Вот, как обычно, знаю, что там несколько бобинок повторяются. Кошка ушла всем, передала пока. И вот такая песочная... Песочная, видно, да? Песочная основа. У меня, слава богу, есть перенабор, поэтому, если захочу, в любой момент могу начать. Артикул набора К161. ДМС, Сваигард и так далее. Ну, на Париже тоже были вот эти вот обозначения, но я точно скажу, что это не так. У меня канва стала... Вот вы не поверите, они заявляют, что она Сваигардская. Она мне стала как равномерка. Как, я не знаю, как беломерка. Если кто вышел на беломерке, вы поймете, что она прям как вот... Ну, как сопля. Можно выразиться или нет? Ну, вот как-то так. Очень мягкая какая-то. Вообще непонятно. Я не верю. И нитки у меня постоянно, они расслаиваются, это раз. Они какие-то бумажные, это два. И они постоянно рвутся, это три. В общем, нет, я не верю. Может, мне просто не повезло, потому что Мережка все говорит на этих... Кто упаковывает дистрибьюторы? Ну, дистрибьюторы же не упаковывают, правильно? А, о сюжете-то я забыла поговорить, конечно. Верон, это у нас Италия. Это родина Шекспира. Или где писалась Ромео и Джульетта, я точно не помню. Но смотрите опять, это Арочка. Это эти столики, эти магазинчики. Девочки, мне кажется, мне надо жить в Европе. Я обожаю вот это все дело. И я не знаю, с каким захлебом я буду это вышивать. Так, минуту. Так, понятно. У меня кошки просто оккупировали все вокруг. Лазают, мне постоянно мешают. И мне кажется, это все не привлекает внимание. Я не знаю. Так. Вот эти вот ажурненькие стульчики. Вот эта вот Арочка. Там видно еще домики. Смотрите, еще одна Арочка. Так классно. Ну, наболтала, короче, об этом наборе. Погнали дальше. Так, еще один Gold Collection Petit. Это маячок. Клипсайд Бикон, вроде. Я тогда искала название. Я знаю, что это маяк Бикон, скорее всего. А, нет. А, нет. Простите, пожалуйста. Маяк это Бикон. А клипсайд это название. О, сори. Простите. Размер 13 на 18. Как обычно в этих наборах, конвайвер 18-го каунта, нитки, инструкция, игла. Вот. Это у нас тоже годовой наборчик. Ему годик. Почти ровно год. 21-го, 08-го, 2020. Напоминаю, что сегодня 24-й. Ну, это так просто. Это один из моих любимых сюжетов именно с маяками. Точнее, он нравится мне один из маяков. Остальные маяки мне не нравятся. Покупала я их на Азоне. У меня, я помню, были баллы. И этот набор я купила за 720 вроде рублей. То есть, отлично, я считаю. И понимаете, сейчас такая тенденция, что наборчики от Dimensions стоят дешевле, чем от Мережки. Вот. Я вам сейчас покажу некоторые наборы, которые я купила за 2500, за 2800, когда Мережка стоит от 300. Просто. От 400 в 300. Ну да ладно, это крик души. Мы сегодня не об этом. Вот такой наборчик. Но я думаю, что его все знают, что много рассказывают. Мне безумно нравится этот забор. Именно из-за этого мне нравится этот маяк. Небо тоже шикарное. Но больше меня привлекает именно забор. Вот, покосившийся такой, прикольный, аутентичный. Ну, тут всё как обычно. Конва, кстати, айвори, да, ниточки. Ну всё, погнали дальше. Это ещё одна чудесная игла. Рождественский колокольчик. Christmas Bell. Артикул 100-232. Этот наборчик мне дарила Ксюша Бомбола. Ксюша, тебе огромный привет. На Новый год она дарила. Размер готовой работы 16-23. Всего 25 цветов. Прикольно, что в колокольчике вот какой-то городочек. Здорово, очень нравится. Потрясающий сюжет. Тут цветная схема. Конва Ида 14-я. Органайзер мульной хлопок. Инструкция игла. Ну, тут не видно. Вот, тут могу показать только. Наборчик прикольный. Такой милый, душевный, я бы даже сказала. Конечно, на конве я бы не стала его вышивать. Ну, особенно больше нечего рассказывать. Поэтому давайте продолжим дальше. Давайте какой-нибудь другой набор возьмем. Так, вот такой вот. Это у нас Жар-птица. От МП-студия. Ну, все знают, что это, как она, дочка. Дочка. Артикул набора М524. Размер готовой работы 22 на 18. Тут у нас конва. Я, честно, раскрывала. Сейчас вам расскажу. Тут конва, скорее всего, Бестекс. Она настолько отвратительная, что она хуже, чем Овни. То есть, это вообще тряпка. Вот, действительно, тряпка. Это точно нужно заменять. По поводу схемы. Вообще, у меня вопросы. По ней вышивать нереально. И там точно нужно делать перенабор, потому что это отвратительно. Мне кажется, кто вышивал Жар-птица, знает. Потому что я думаю, что там особо ничего не менялось. И вот такие вот у них схемы. Но очень нравится сюжет. Конечно, на отшивах он потрясающий. Тут, например, он не очень. Потому что, мне кажется, это скрин со схемы. Ой, скрин с программы. Вот. Но я знаю, что вживую он очень классный. Это крыша Парижа. Ой. Простите, пожалуйста. Мне, видимо, сегодня от боли голова не соображает. Это крыша Праги. Вот. Такая вот прелесть. Какой год, не знаю. Тут написано только номер партии. Ну, потрясающий. Он правда классный. Погнали дальше. У меня есть единственный набор от РТО. Это Calm Town by the Sea. То есть тихий городок у моря, наверное. Артикул N554. Размер будет 36,5 на 28,5. Знаем, что РТО использует DMC вроде, да? В своей комплектации. И Convac Weigart. 14-го каунта. Хотя тут не написано, какая Аида. Просто написано Аида. А Мулине написано точно DMC. Я бы точно не заменяла бы данную основу. Потому что зашивка полная. Ой. В общем, об этом сюжете поподробнее. Мы прошлым октябрем были в Турции. И вы знаете, я что-то там... Ну, мальчики сидели, болтали. Подружка пила чай. И я что-то сидела в интернете, в инстаграме. И у меня реклама. Реклама рукоделова. Магазина. И вылезает именно оформленная работа. Вышитая оформленная вот эта вот. Я как увидела, девочки. Я влюбилась в эту работу. Просто она настолько потрясающая. Вроде мне нет ничего необычного. Но с какого ракурса взята данная картина? Как она сделана? Вот вообще. Я не знаю, есть ли тут бэк. Но вроде есть ветки деревьев. Окромленный бэк. Бэком. И вот кораблик. В основном, вроде, бэк не бэка. Вживую он потрясающий. И я честно влюбилась. Влюбилась. Кстати, вы можете заметить, у меня очень много домиков. Правда? Я говорила. Далее. Ну, давайте еще возьмем эти. Ой, девочки, это потрясающий сюжет. Я приобрела его совсем недавно. Это аппарат шаров от Dimensions. Размер 46 на 34. Я знаю, что расшивается на 17-й аиде. Цвета айвори. Да. Нитки, игла, инструкция. Этим набором меня сразили девочки Настя и Наташа. Вам огромный привет. И я вас очень сильно люблю, но не всегда. Потому что нельзя так делать. Соблазнять на такие сюжеты. Этот набор я приобрела в Инстаграме у Елены. Как он там, Dimensions группа называется? Ну, я думаю, что многие узнают. Все оставлю ссылки на магазины, в которых я покупала, которые озвучиваю. Набор 20-го года. Октябрь. Сентябрь, простите. 20-го года. И смотрите, какие классные оттенки ниток. Они настолько потрясающие. Они такие яркие. Это вообще здорово. Я обожаю этот сюжет. Наташа, правда, меняла на Монику. 14-го каунта. Но я, скорее всего, буду вышивать на родной Аиде. Ну, вот. Я такая. Я немножко... Когда полная зашивка, не люблю менять основу. Наверное, немножко жмот. Или скляга. Не знаю. Но мне жалко менять. Поэтому, если полная зашивка, я использую так. Тем более, новогодние гуляния я вышивала на 18-е Аиде. Там были 4-5 сложений тоже. Поэтому нормально справилась. Поэтому тут тоже справилась. Далее. Блин, зачем какой-нибудь новый наборчик показать? Новый просвидитель для меня. Давайте вот так вот. Это Риолис. Рецепт оладьи. Размер 30 на 30. Тут у нас используется крест, полукрест, стежок, французский, уделов и бленды, видимо, будут. К сожалению, артикул закрыт. Я не могу вам подсказать. Так вот посмотрю. 19-19 артикул. Я немножко тут похрустела. Я влюбилась в этот сюжет. Его очень-очень сильно хотела. Девочки мне подарили его на день рождения. Я вам, наверное, оставлю ссылку. Сейчас выезжает видео на мое деньрожденческое видео, на мои деньрожденческие подарки. Там девочки просто сошли с ума, потому что они мне подарили столько наборов. Вот, кстати, из-за них я начала собирать наборы. Девочки. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Шучу, конечно, я их очень люблю. Вот. Такие вот нитки. Меня, честно говоря, не смущает, что на таких бобинках, потому что я всегда отматываю по метру. И нитка, ну, есть и есть. Отмотаю, отмотаю. Я же от бобинок тоже отматываю, которые у меня нитки намотаны. Тут точно буду основу менять. Кстати, она идет 18-ая ида. Нитки Ankor 33 цвета. Игла. Тут я точно поменяю. Тоже на такой, знаете, цвет, когда заваркой застаривают. Или кофе. Вот примерно такой же. Или как я вышивала свой пирог рождественский на укромерке натурального цвета. Или вот на таком. Мне кажется, будет здорово смотреться. Такая прелесть. Откладываем. Так, теперь опять овен. У меня очень-очень много овена. Это у нас миниатюра Альпы. Размер 15 на 15. Помотил им иллюстрации Елены Ефремовой. Тут у нас тут Аита 14. Нитки Мулина Кирова. 26 цветов. 12,86. Тут основу буду менять. Потому что я уже вижу, что это тряпочка тряпочкой. Вот, смотрите. Уже все понятно у меня сразу. Я только вчера нашла на перенабор. На перенабор. Я только что вчера нашла перенабор данной схемы. И очень безумно рада. Вот тут что-то все закрыто. Или уже я так полазила когда-то. Артикул 12,86. Его вышивал у нас Рита. Рита, тебе огромный привет. После ее отшивы я загорелась этим набором. Очень хотела. Да, и мне его тоже подарили на день рождения. Мои девочки. Откладываем. Теперь давайте посмотрим вот этот вот наборчик. Это у нас улочки Амстердама от Анкор. Тоже покупала на Озоне. Купила тоже рублей за 700. У меня тоже накопились баллы. И я купила его. Очень нравится этот сюжет. Но все говорят, что нужно менять основу. Потому что здесь 18 Аид идет, если не ошибаюсь. И очень сложно вышивать на Аиде. Очень сложно Анкор вышивать именно из-за Бека и 3 четверти крестов. Креста. Наиду 18 Свайкард. Малин и Анкор. Черно-белая символная схема. У меня, слава богу, есть перенабор. Поэтому я счастлива. Размер 32 на 14. 0,8-14. P.S.E. P.C.E. Правильно? Очень нравится этот сюжет. Я безумно хочу побывать в Амстердаме. Это моя мечта. Но я чувствую, что она скоро осуществится. Это... Это... Я вам не говорила. Это секрет. Такие вот пироги с котятками. Очень нравятся эти домики. Они как настоящие. Но я уже вижу, что тут бэк. Что тут бэк? Сложный. Ну и чего. Потихоньку вышли. Откладываем. Нас немножко прервали. У меня... Прикиньте, штатив отлетел. И телефон упал. И я его еле прикрепила. Сейчас он у меня как-то так интересно стоит. Я прям переживаю. Поэтому по-быстренькому. Вот такая же птица. Вообще миниатюрка. Мне ее дали в подарок с набором. Смотри, все видно, не видно. 15 на 10. Конвои 14. 12 цветов. Вот такой милейший котяра. Далее. Это у нас Dimensions. Трежа Тайм вроде. Ну, точно не помню. В общем, это сказочное время. Или как это так переводится. Размер 46 на 34. Этот набор я покупала с рук у девочки. Она делала расхомячку. Он был скрыт. Но все было на месте. Я проверяла. Тут тоже такая же интересная Аида. 16-го каунта. Аиде Грей. Нитки, игла и инструкция. Тут немножко другой цвет Аиды. Такие вот классные ниточки. Мне тоже безумно нравятся. Артикул набора 85-69. Я хочу немножко рассказать предысторию об этом наборе. Именно с него у меня появилась тяга к набору Dimensions. Точнее, не к набору, а к сюжету. Раньше я была с крягой. Ну, точнее, как? Мне было, наверное, всего лет 16. И мне хотелось это сэкономить. Потому что мне родители не покупали бы такие сюжеты. Поэтому я экономила. Я брала схемы и пыталась по ним. Ну, подбирала нитки по ключу. Конечно, в гамме или там что-то еще. И вышивала. Я помню, мой печальный опыт от Риолис был. Адмиралтейская набережная. Слов нет, но ладно. Но это все равно опыт. И я очень хотела вышить этот набор. Я, то есть, уже начала собирать нитки. Их перебиря... Как сказать-то... Подбор. Подбор делать в других палитрах. И поняла, что вот, чем эти вот JPCO отличаются. Что ты не найдешь DMC нормальный перенабор. Нет, подбор. И вот тогда я остановилась и больше этого не делала. Хотя перед этим у меня были столько схем. Было столько схем, чтобы вышить. Ну вот, именно с этого сюжета я начала. Я помню, я его распечатала. Я нашла уже половину этих ниток. Но потом что-то меня остановило. То ли я залезла на форум и начала читать, то ли еще что-то. Я уж точно не помню. И вот на то у меня поясякло. Мой... Поясяк мой запал. Ну и сейчас я приобрела этот сюжет, чему очень рада. Далее. Это у нас опять овен. Ягодный чай. По мотивам иллюстрации Анны Яковлевой. Размер 20 на 16. Набор-ходственная схема. Канва 16 Цвайгард. И нитки мульной DMC 26 цветов. Это уже полная комплектация в DMC. Мне дарила этот набор Литочка на день рождения. Говорит, и тебе огромное спасибо. Ты чудо, ты знаешь об этом. Мне нравится этот сюжет. Мне нравятся вот эти вот у них. Тоже выходила там еще кружка какая-то у них была. С чем-то с Гринтвейном. Тоже очень нравится. Скажите, потрясающий такой рождественский, новогодний, а главное, теплый сюжет. Я бы заменила основу. Знаете, на какой цвет? Тоже натуральный цвет. Или на песочный. Вот. Не знаю. Надо подумать. Ну, конечно, этот набор будет вышиваться. Пока в планах не стоит, но когда-то будет. Я все буду в своих запасах вышивать. Потому что... Потому что... Я все буду вышивать. Я все люблю. Которые я собираю в свои запасы. Которые мне не дарили какие-то незнакомые люди. Я все люблю. А, артикул набора. Артикул набора 1364. У меня что-то какие-то проблемы с телефоном. У меня сейчас зарядка... Чуть не выпал телефон, зарядка. Приходят сообщения. И такие мне, наверное, уже говорят, типа, закругляйтесь, Виктория Сергеевна. Но нет. Нужно до конца дойти все-таки. Далее. Далее. У меня есть остатки. Которые мне дала Виталинка. Но я считаю это за набор. Потому что... Из чего я подберу в ПНК. Если что. Это Лафатенские острова. Размер 20х20. Также по мотивам Екатерины Андреевой иллюстрации. Я возьму муранку. И... Что-то возьму. Артикул 1280. Знаете, из чего мне понравился этот сюжет? Из-за вот этих вот цветов воды. Я так кайфанула, когда увидела. Причем я очень много видела отшивок. Но мне почему-то запомнился один, который у меня там был в рекомендованных. Или где-то там еще. Я захотела Лафатенские острова. И вуаля. У меня теперь есть Лафатенские острова. Проверящий-то. Проверящий кто-то меня. Такая красотища. Дальше. Это у нас тоже Dimensions. Это второй мой набор Dim. Я вам по секрету расскажу. Первый был у меня три от тюльпанов. А потом я купила себе бестро. Европейское бестро от Dimensions. Артикул 35-224. Размер 40 на 27. Тут у нас... Он, смотрите, он 18-го года. Набор 18-го года. Мне кажется, я в 18-м году его покупала. Есть вот 16-ая Ида. Грей цвет, нитки и инструкция. Цвет, который я люблю. Очень, очень красиво. Очень красиво. Я без ума от этого сюжета. Правда, мне муж говорит, что они все у тебя однотипные. И зачем тебе так много однотипных? Но... Красавицы мои. Но мне все равно очень нравятся. Тоже, видите, арочки. Вот эти вот проулочки, где видны еще другие улочки. Я обожаю. Такой велосипедик античный. И очень много цветов. Класс. Очень люблю еще вывески на магазинах. Кстати, я об этом не говорила. Люблю вот эти все вывески названия. Классные. Так, осталось совсем чуть-чуть. То мой телефон уже встал. Теперь мережка. Вот сейчас насчет этой мережки вам и расскажу. Я помню, что была закупочная цена изначально 2600 или 2700 рублей. Когда только производитель выпустил вот этот вот набор. И все ринулись... Я, точнее, ринулась за заказом. Ну, как это сказать-то, когда закупают... Закупают магазин и делают закупку. Вот. Я записалась. 2600, что ли, было. И для меня цена была, ну, нормальная. Как бы приемлемая еще. Потом, когда случился этот кризис. Точнее, пандемия. Цена скачила до 4000. Представляете? 4000 за набор. Я, конечно же, отказалась. А потом на Мире вышивки, как сейчас помню, этот набор был за 2800 или за 2700. И я вот его уже купила. И чему была очень рада. Это у нас Мережка. Зимний вечер у меня есть. Я показываю комплектующие этого набора. Могу оставить ссылку. Артикул К169. Тут у нас нитки DMC. Айдер 16-го каунта. 30 на 40. Файберт. Очень красивый цвет основы. Это такой кофейный. Мне очень нравится. Этот набор скрывался не раз. Я его смотрела, там, любовалась им и так далее. Но почему-то вообще не начала. А знаете почему? Потому что у меня нет этого перенабора. Сама что я делать не хочу. Мне лень. Поэтому жду пока. Либо где-нибудь найду. Либо... Может быть, когда-нибудь сама сделаю. Не знаю. Это картина по мотивам Евгения Лошкина. Лошкина. Мой любимый художник. Мне очень нравится его работа. Если вам интересно, загуглите. У него очень атмосферные картины. Очень атмосферные. И вот это вот вроде называется «Вечер в брюге». Мне нравится. Восторг, восторг, восторг. Смотрите. Еще у Мережки вышло два сюжета по картинам Евгения. И «Нью-Йорк» или «Осенняя аура». Это тоже от Евгения Лошкина. Это мой любимый художник. Обожаю. Чуть-чуть еще осталось. Чуть-чуть. Так. «Dimensions». Это у нас «Peaceful Lake House». Этот набор я тоже хотела начать подбором. Я его уже начала. И начала обшивать этот тот угол. Но в подборе неправильно был указан этот тот цвет. DMC. Он резонно отличается. Тут вот такой, видите, ну такой темно-голубой. А там был голубой-голубой. Настолько голубой, что он уже переходит в синий. Я когда это увидела, я передумала вошивать по перенабору на едином сети. И решила просто купить себе когда-нибудь его. А это подарок от мужа, кстати, на день рождения. Размер 35,5 на 27,9. Артикул 35,230. Ну, конечно, я буду заменять, я даже знаю, на что, на «Монику». 21,12. Самый подходящий цвет замены для Аиды Айвори. И этот набор 19-го года. Тоже сентябрь. Нитки тоже такие симпатичные. Классненько. Это очень нравится. Очень такой мимимишный. Правда, муж чуть не очень нравится. Он говорит, ну у тебя же есть такие прям наборы, прям такие сюжеты. А это, ну, не настолько интересно. Мне почему-то греет душу, мне очень нравится. Ну все, дальше продолжим. Осталось там буквально несколько наборов. Дальше тут еще одна панелька от Анкор. PCI 0816. Это высокогорные, что-то высокогорное. Да, высокогорный пейзаж. Буду знать, что лендскейп это пейзаж. Еще мне такая же панелька нравятся коровки. Альпийские, вроде Альпийские луга называется. Вышивая цветом. Из Финляндии. Тебе огромный привет. У меня уже девочки першит горло. Я очень много разговариваю. Я обычно так много не разговариваю. Поэтому я и очень много прерываюсь. Потому что реально першит горло. Тут также 18-я Аида. Цвайгард. Ниточки Анкор. Размер панельки 32 на 14. Эту панельку вышивала, я знаю, Настя Волкова. У нее получилось очень классно, здорово. И мне нравится. Посмотрите, какой цвет воды. Цвет вот этих вот растений высокогорья. Очень нравится. Потрясающе просто. Такие овечки мимимишные. Смотрите. Это, видимо, детишки там маленькие. Ой, классно. Так мило. Еще здорово. Тут тоже обязательно нужно менять. Потому что это адский бэк. И еще три четверти крестик. Вот. Ну, это любимый сюжет. Когда-нибудь начну. Далее. Это у нас Риолис. Называется Романтика. 25 на 25. Этот сюжет мне подарила Настя Волкова. Потому что эта девушка, говорят, очень похожа на меня. У меня такая же была примерно прическа, когда я выходила замуж. Это у нас тут используется крест, стежок, бусины и даже ленты. Артикул 1764. Потрясающий сюжет. Конечно, он уже вскрывался. Конечно, буду менять на равномерку. Это определенно точно. Такие вот ниточки. Я вскрывала его уже. Конва Аида Свайкарт. Нитки Мулине 14 цветов. Два вида бусины и четыре вида лент. Ну, я посмотрела. Вроде так, ну, разобраться можно. Но, наверное, лучше посмотреть в интернете. Видеоуроки. Потому что тут объясняется, ну, достаточно, я бы сказала, суховато. Наверное, кто уже вышивал лентами, они знают. Поймут какие-то виды стежков. Так как я один раз в 2013 году вышивала лентами, я сейчас даже не вспомню. Вот такая красотка у меня. Далее. Ой-ой-ой, приклеилась. Это тоже панна. Летние туманы. Самый мист. Размер готовой работы 17 на 17 сантиметров. Артикул PS7019. Тут я знаю то ли две звездочки. То есть вообще сложные. Изи. Изи. А, нет. Стоп. Не пойму. А может и сложный. Обведён-то, наверное, сложный. Но я думаю, что здесь ничего сложного. Тут Аида. Аида. Не знаю, как Аида тут. А, гамма 16. Нитки гамма. Я тоже буду менять, потому что гамма тоже такая себе основанная. Жёсткая, как камень. Просто. Сложно. Ну, блин, ну классно. Смотрите, как вот эта вот жёлтая ниточка делает свет. Вот коняшка это вроде. Или коровка. Не знаю, не пойму. Здорово тут придумали дизайнеры, как падает свет. Потрясающе, конечно. Прям вот они передали цвечение. Очень здорово. Я помню, покупала себе набор в Самаре. Когда мы там остались на три дня вместо одного. Я думаю, мы останемся ещё дольше. Поэтому взяла себе новый сюжет. А оказалось, мы потом быстренько уехали. Потому что там всё перегралось. Но зато это не на память о Самаре. Ой, девочки, ещё три наборчика. Я не думала, что у них так много. Если честно. Поэтому понять, простить. Это у нас Skinning Farm. Живописная фирма. Тут у нас тоже Аида 18 белая. Ниточки. Игла инструкции. Это дизайн. Я знаю, что Сандра Крац. Не знаю, правильно я произношу или нет. Но я загуглила эту замечательную художницу. И я поняла, что я в восторге от её дизайнов, которые она рисовала. Но вроде Dimensions не так много её использовала в дизайнов. Но я посмотрела, я влюбилась. Это вот прям мой рай. Я так люблю эти домики, эти фермы. Просто потрясающе. Я скажу так, что я не особый фанат Америки. Но почему-то американская архитектура, наверное, от тех вот 70-х, 60-х годов мне очень нравится. Артикул набора 03-841. Если кому-то это интересно. Смотрите, какой потрясающий сюжет. Вот вы ещё на овечек гляньте. Настолько они великолепные. Мы, кстати, долго думали, что делает овечка. Вот это вот. Это перед или зад, простите. Непонятно. Ну, потрясающе. Насчёт смены основы не знаю, я подумаю. Тоже, кстати, а, нет. Это июнь, июнь 20-го года. Вот, насчёт Аиды я подумаю. Если тут не зашитые места, нужно подумать. Не знаю пока. Размер панельки получается 45,7 на 14,6. Она узенькая и длинная. Такие вот нитки потрясающие. Ну, всё, откладываем. Сейчас будут тяжеловесы. Это улочки Сан-Поло от Лукас. Это мне подарили мои любимые девочки на моё день рождения в 2021 году. Только посмотрите на эту красоту. Ой, это будет очень долгий сюжет. Это уже понятно. Тут он настолько толстый, что вот просто на года. Артикул набора B589. Размер работы 55 на 32,5. Улочки Сан-Поло. Тут Аида 18-я. Мулине Анкор. 60... 57 цветов. Игла из схемы. Уровень сложности, смотрите, 4 из 5. Сложно. И тут, кстати, только крест используется. Вот прикиньте, вот в таком дизайне огромном. Тут нет ни грамма, бека. Тут нет полукреста. Только один сплошной крест. Представляете? Я не представляю. На 17-й Аиде я вышивала нормально. С разлинованной основой ещё не вышивала. Посмотрим. Вот такая красота. Это просто ван лав. Любовь, любовь прям любовная просто. Эту картину можно разглядывать очень долго. Тут вот здесь парочка. Здесь люди. Вот смотрите, гондольер. Очень здорово. Потрясающе. А когда он отшитый, это вообще просто вау дизайн. Ну и последняя в моей коллекции. Это Риолис. Солнечный день. Размер работы 50 на 40. Здесь используется крест, полукрест и стежок. Мне так нравится эта коробочка. Опа. Классно. Очень тут, мне кажется, прикольно будет принять процесс, который ты как раз-таки вышиваешь. Здорово. Артикул 100, 0,57. Это премиум-версия. Премиум. Этот набор я подсмотрела у девочек, у Иринка Фокс вроде или что-то такое подобное. И у Татьяны, которая вышла с любовью. Вот у них посмотрела, я и влюбилась. Конечно, буду основу я уже заменять на какую-нибудь винтажную линду, возможно. Или на винтажную бритни Лугану. Эту основу. Сюжет потрясающий, он очень нравится. В отшитом, конечно, он смотрится намного круче. Замечательный сюжет. Но мне кажется, конечно, он будет идти тяжеловато. У меня есть, правда, перенабор, так что мы справимся. Вот так вот тут свайгард. Так что потом эта основа мне где-нибудь пригодится 100%. Но в этом наборе нужно снова брать другую, потому что вот это не зашивается и не хочется, чтобы была дырчатость. Хотя раньше мне это ни грамм не смущало. Ну все, на этом мои процессы... Ой, господи. Мои запасы наборчиков закончены. Сейчас я вам пересчитаю их и скажу, сколько у меня наборчиков. И больших, и маленьких. Сейчас, секундочку. У меня 31 набор. Не так много. Нормально. Конечно, когда я буду рассказывать о любом наборе, там будут цифры и названия. Так что вы всегда можете посмотреть. Спасибо, что посмотрели мое видео. Я очень буду благодарна лайкам, комментариям. Подписывайтесь. В комментариях напишите, какой сюжет вам понравился. Вы хотели бы вышить или уже вышли. Я вас всех очень люблю. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...